15 мая в Каспийске на базе школы номер 12 состоялось общегородское родительское собрание «Мой ребенок-выпускник», посвященное государственной итоговой аттестации 2023 года. На собрании поднимались основные вопросы, которые касались порядка проведения экзаменов. В преддверии начала кампании государственной итоговой аттестации, мы еще раз, как это традиционно у нас сложилось, мы каждый год перед экзаменами обычно собираемся с родителями. Я так думаю, что в школах наверняка уже вас собирали не один раз на собраниях, были классные наверняка собрания, общешкольные собрания. В этом году в Каспийске государственную итоговую аттестацию продают 2542 школьника, 2002 из которых – это учащиеся 9-х классов и 640 – выпускники 11-х. Отметим, что данные собрания необходимо проводить именно с родителями, дабы разъяснить и объяснить им о главных правилах проведения госэкзаменов. 50-60% успеха ваших детей – это прежде всего, если они не возьмут с собой на экзамен, не возьмут, в телефонной шпаргалке. Вот поверьте, вот это самое главное. Работу, которую мы видели все экзаменационные эти, кимы, тесты смотрели, вот на тройку написать практически может каждый, без вот той части, которая дороже всего оценивается. На тройку напишут все. Но вот если ребенок возьмет с собой телефон или шпаргалку, это беда. На собрании также присутствовали директор школы номер 12 Хайрула Мурзаев, бедагог-психолог СОЖ номер 6 Наида Шабанова, заместитель директора шестой школы по УВР Салихат Алиева и многие другие. Они, в свою очередь, отметили важность оказания психологической поддержки ребенку, объективности проведения экзаменов и рассказали о последствиях несоблюдения правил прохождения итоговой аттестации. Ребенок попытался понести телефон и, соответственно, решением члена ГЭК его будут удалить, даже не допустив к экзамену. Поэтому я вас очень прошу всех, уважаемые родители, зачем наталкивать детей к риску, к стрессу. Почему? Потому что я видел своими глазами, что происходит, когда у детей видят телефон, а они начинают благотворить их из телека. В завершении собрания начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова отметила, что на первый план выходит не образовательный результат, а эмоциональное состояние детей. Стоит подчеркнуть, что для проведения итоговой аттестации будет задействовано порядка 600 человек из числа педагогических работников и технического персонала, а также 5 пунктов проведения экзаменов. Продолжение следует...